ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД Общее понятие существенные признаки клеветы содержится в статье 128.1 Уголовного кодекса. Клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Основные существенные признаки – первое – это умышленное преступление. Лицо должно знать и осознавать, что оно распространяет заведомо ложные сведения и желает наступления этих негативных последствий. Второе – если гражданин не умышленно распространяет эти сведения или эти сведения являются не порочащими, ну бывает такое, если я высказываю какую-то мысль, что вы, например, любите чай, а не кофе, но эти сведения же не порочащие. Нельзя распространить порочащие сведения в отношении самого себя. То есть это обязательно должно быть другое лицо и обязательно физическое. В отношении юридического лица не образуется состава преступления. Здесь уже юридические лица должны защищать себя в соответствии с гражданским законодательством, подавать иски о защите чести и достоинства и деловой репутации. По большей части по таким делам требуется производство экспертизы, в частности лингвистической. Специалисты правомочные ответить на вопрос, как раз порочат сведения или не порочат. Субъектом этого преступления может быть лицо, достигшее 16 лет, вменяемое обязательно. Состав формальный, то есть клевета окончена с момента распространения сведений и не требует наступления каких-либо негативных последствий. Еще можно, наверное, сказать, что такое распространение. Распространение – это в любом случае умышленные действия через интернет, через телевидение, можно устно, письменно или в другой форме. Давайте возьмем пример. Я написала кому-то, допустим, подруге в личных сообщениях что-то плохое про третьего человека. Она сделала скрин и опубликовала его. Кто тут за что будет наказан? Интересный вопрос. Я вот как практик сразу в голове прокручиваю возможные варианты. Но начнем с вас. То есть если вы в личной, пускай даже, переписке, что-либо рассказали своей подруге, например, в отношении третьего лица, какие-то порочащие сведения, состав уже окончен. Если эти сведения в дальнейшем станут достоянием общественности, сведомо того человека, которому вы уже об этом рассказали, вашей подруге, тут надо смотреть. Потому что если подруга предполагала с ваших слов, что эти сведения достоверны, соответственно, не знала, что распространяет ложное сведение, заведомо ложное. Так, давайте вернемся к Азаму, скажем так. Каким раньше было наказание за клевету, от чего решили отказаться? Ну, да, да, я понял вас. То есть в конце года наш президент подписал закон, которым 10 января 2021 года внесены поправки в действующий уголовный кодекс. Если раньше статья клевета была небольшой тяжести, наказание было штраф, обязательной работы, то тут добавились серьезные сроки по четвертой части до четырех лет. Это уже преступление средней тяжести становится автоматически, соответственно, и правовые последствия другие будут для лица, осужденного по этой статье. По пятой части до пяти лет. Но, с другой стороны, я не думаю, что кто-то будет получать реальные сроки. Наверняка все пойдет по пути прежней практики, когда суды в основном назначали штрафы и обязательные работы. А что за четвертая вот эта вот часть статьи 128-й такая тяжелая? Четвертая часть распространения сведений о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих. Постановлением правительства утвержден соответствующий перечень таких заболеваний. Ну и напомню нашим слушателям, что в такой перечень недавно включен COVID-19. То есть, если вы, зная, что человек не болеет этим заболеванием, где-то кому-то сказали, ах, вот он болеет, то есть распространили эти сведения, заведомо ложные в отношении лица, то, в принципе, вы можете быть подвергнуты наказанию по части четвертой. А там, напомню, наказание до четырех лет лишения свободы. А как думаете, Павел, с чем связано ужесточение наказаний? Предполагаю, что все-таки это в первую очередь связано с бесконтрольным распространением различной информации, в том числе ложного, порочащего характера, конечно же, в сети интернет. Потому что в основном мы видим, что интернет, он обезличен. Люди зачастую выкладывают тонны просто информации, которая непроверенная, слухи, домыслы, очень много грязи. Я думаю, что вот как раз на борьбу с такими нерадивыми пользователями направлены поправки. Сейчас уже, может быть, кто-то и задумается, стоит ли это делать. То есть, это не столько карательная мера, сколько предупреждающая, что ли, да? Превентивная, да. Превентивная мера может быть так, да, что человек уже задумается, а стоит ли там такое наказание в этой статье. Было штраф, а сейчас до пяти лет. Допустим, вот мы с вами речь свою вполне контролируем, но кто-то нас со стороны оговорил. Вот что делать людям, ставшим жертвами клеветнических высказываний? Если действительно вы считаете, что вот сведения, которые в отношении вас распространили, допустим, в средствах массовой информации и так далее, в сети интернет, ну, явно порочащие, явно не соответствуют действительности, конечно, надо обращаться в правоохранительные органы. Там есть два нюанса, сразу скажу. То есть, если вы знаете, кто распространил сведения, как правило, соседи бывает, там по дому еще что-то, или там конкуренты какие-то, ну, то есть, вы четко знаете фамилию, имя, отчество, место жительства лица, который это сделал, можно обращаться в мировой суд, пишите заявление. Если вы там, ну, какие-то нюансы не указали, мировой судья вам вернет это заявление на доработку, укажет, что нужно доделать, доработать и так далее. Если есть квалифицирующие признаки, либо если вы не знаете лицо, которое распространило сведения, такое тоже бывает часто, надо обращаться сразу в органы полиции. Они уже будут проводить мероприятия по установлению лица, совершившего данное преступление, по привлечению его к ответственности. В принципе, алгоритм простой, как и по большинству других преступлений. А можете ли вы порекомендовать, в каких случаях лучше мимо ушей пропустить грязь так называемую, да? А когда лучше этого не делать? Это там от ущерба зависит, не знаю, от темперамента. Вы знаете, здесь сложно дать рекомендации, потому что ущерб для каждого человека свой. То есть, кто-то считает, что это его порочит, кто-то считает, ну, да ладно. То есть, мне не стоит даже тратить свое время там на поиски виновного и на его наказание. Ну, хотя бывают люди, особенно публичные, когда любая гадость, сказанная в отношении них, может действительно повлечь серьезные последствия. Поэтому это вопрос вашей оценки внутренней. Если действительно вы считаете, что вас сильно обидели, задели вашу честь и достоинство, то, конечно, надо обращаться. А как часто вообще до суда доходят дела о клевете в нашей стране? Дела по клевете, вот если посмотреть статистику 19-го, 18-го годов, 17-го, то есть, эти дела, они есть, но не сказать, что они там сильно распространены. Допустим, если у нас в год совершается там 150, например, тысяч краж или 5000 убийств, то по клевете там около 600-500 преступлений. При этом интересно, что это один из тех составов, по большинству из которых выносятся оправдательные приговоры. Почему? Потому что, как я уже говорил, в большинстве случаев заявление подается напрямую гражданами в мировой суд, и бремя поддержания обвинений и предоставления доказательств ложится на граждан. А у нас граждане в основном юридически не подкованы, и вот эти нюансы, какие-то мелочи, они не совсем верно могут оценить, поэтому не могут привести те убедительные аргументы, которые убедили бы суд вынести обвинительный приговор. Поэтому по большинству дел выносятся оправдательные. Это что касается первой части А. То есть, это когда речь просто о клевете не в публичном выступлении, не с использованием служебного положения и не о болезни, а в других случаях? По квалифицирующим составам в основном обвинительные приговоры. Их мало, но в целом они есть. Конечно, никто реальное лишение свободы по этим статьям, я сразу скажу, не получал. Только штрафы и обязательные работы. Есть еще такое, Павел, непонятное нововведение ответственности в отношении неопределенного круга лиц. Или как там это сформулировано? Ну да, я вообще предполагаю, что особенно в среде либеральной общественности наибольшее волнение вызвали поправки в части клеветы в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных. Здесь у многих сразу возникает ассоциация с тем, что нельзя критиковать власть. Ну, я думаю, что у многих такое мнение возникло. Не могу сказать, как это сработает, как все сложится на практике. Вот через год это достаточный срок, чтобы получить какое-то представление, как правоохранители будут применять этот квалифицирующий признак, и какое наказание будут давать суды в случае признания лиц виновным. Ну что ж, на словах о либеральной общественности и критике власти мы пока закончим беседу. О клевете и об ответственности за слова мы говорили с членом коллеги адвокатов «Дзукаев-Глотов» и партнеры Павлом Разуваном. Полезный город